С вами Игорь Негода и я приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Очередная турбореактивная самоделка на моем канале. Как можете заметить, мой самодельный ТРД претерпел некоторые существенные изменения. Кто давно на канале помнит видеоролик про турбореактивные планы, вот это было одним из планов скрестить очень мощный импеллер с моим самодельным турбореактивным двигателем. Что я в принципе успешно и сделал и в этом видеоролике я вам расскажу и покажу. Да еще мы немножечко протестируем эту вещь. Ну прежде всего хочется рассказать, для чего я это сделал. У меня нет иллюзий, что это очень сильно повысит мощность моего турбореактивного двигателя, потому что импеллер он создает очень большой расход воздуха и тягу в 5 килограмм. Но обратите внимание, какой у него гигантский диаметр. Вот здесь против выходного диаметра на реактивном двигателе, который тоже создает тягу 5 килограмм. Но для чего я это сделал? Это экспериментальная установка. Хочется проверить, можно ли с помощью этого наимощнейшего вентилятора запустить мой ТРД. То есть использовать его как стартер. Он будет нагнетать туда воздух, но никакие крыльчатки раскручиваться не будут. Раньше я запускал таким вот стартером. Этот двигатель способен до 50 тысяч оборотов раскручиваться. Либо с помощью компрессора. Здесь же должно запускаться с помощью одной лишь струи. Вот это и хочется мне сегодня проверить. Куда-либо ставить я это дело пока что тоже не собираюсь. То есть в таком виде. Потому что если использовать с батареями этот импеллер, то в целом добавится где-то два с половиной килограмма лишнего груза. То есть представьте, для самолета это весьма существенная прибавка. Если бы хотя бы три-четыре килограмма тяги добавлялось, это может быть и было бы рационально. Но я не уверен, что будет вообще сколько бы то ни было добавляться. Потому что он создает 0,05 бар примерно давление на входе. Ну это сколько? Ну 5 процентов он может добавить тяги. Если теоретически. Ну может быть 10 за счет того, что он еще убирает разрежение перед колесом компрессора. Это конечно все нужно пробовать. Но самое главное, это хочется попробовать запуск. Именно старт с помощью импеллера. Как оно будет стартовать? Чтобы осуществить задуманное, сделал стеклопластиковый корпус. Вот так он выглядит изнутри. Все внутри гладенькое, армировано углеродным волокном. Кое-где сделан плавный переход от корпуса к входу в ТРД. Крепится все на винтиках. Корпус весит не так уж и много, но он очень-очень жесткий. То есть даже так я его не могу сдавить. Здесь намотано порядка 10 слоев стеклоткани и толщина стенки около 3 миллиметров. Еще есть одно небольшое усовершенствование. Поставил такие вот быстросъемные соединители для трубок. Так можно сделать переход с металлической трубы на пластиковую. Ладно, друзья, аккумы вроде бы зарядились. Собрал стендик, здесь у меня регулятор оборотов. Отсюда немного вырываются потоки воздуха и он как раз стоит в том месте для охлаждения. Два аккумулятора. Шесть с пятитысячных. Серво тестер для того, чтобы запускать все это дело. Ну и батарейка, питающая серво тестер. Давайте посмотрим, будет ли двигатель раскручиваться при подаче воздуха в него. Да, действительно есть вращение. Это очень здорово повышает шансы на хороший исход дела. Я еще хочу сюда прикрутить насосик для подачи масла, так как все у меня здесь уже легко подключается и есть шестеренчатый насос. И мы попробуем протестировать и эту систему. Вот она вся эта система, бутылка с маслом. Здесь керосин в смеси с маслом, в том числе и касторовое есть. Я как настоящий моделист использую касторовое масло. Ну и остатки масла именно для реактивных двигателей. Также у меня есть шестеренчатый насос и самодельный коллектор. Покупал недавно вот такие штуки. Это краники маленькие и можно регулировать подачу чего-либо. В данном случае я все краники заткнул, кроме одного и буду регулировать подачу масла. Вот он выход на масле. Вот так вся эта кухня подключается и можно регулировать. Здесь аккумулятор и сопротивление уже заранее подобранное, чтобы двигатель не перегревался. Вообще здесь будет другое кое-что стоять. Ну я надеюсь, если придет из Китая. Но пока еще не пришло, поэтому использую такую вот колхозскую вещь. Тестировать буду ночью, так как ночью значительно лучше видно, что там происходит с соплом ТРД. Подключаем питание. Теперь вентилятор у нас работает. Регулировать обороты буду соответственно серво тестером. Надо так, чтобы трубочку не засосало, все это дело подальше отодвинуть. Буду запускать на чистом пропане без керосина. Постараюсь вывести в холостые обороты. Подключаю масляный насос. Немного даю оборотов. Пытаюсь зажечь топливную смесь. Даю немножко газа. По-моему внутрь проникло все, можно набалтывать. Как видим, горит внутри, но пока ничего не крутится. Открываю немножечко подачу масла. Так, набалтываю. Так, набалтываю. С transitом Mackenzie Какeu. Конец Фонгар. Ап appreciate. По-моему внутрь. Продолжение следует... Запустил реактивный двигатель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно отключать двигатель. Движник охладился. Моща адская, как вы могли заметить. Греется. У него вся вся красная. Жутко выглядит. Как же резюмировать всё это дело? Что же здесь у нас получилось, друзья? В общем получается, что движок очень даже неплохо запускается от импеллера. Но получается так, что такое ощущение греется он гораздо сильнее. Именно вот задняя часть его греется просто неимоверно аж по вот этому радиусу. То есть возможно здесь создается некое сопротивление, если я не подаю воздух. Постоянно подавать тоже нельзя, за то время, что я подавал аккумулятор, очень сильно нагрелись, нагрелся регулятор оборотов, то есть так его эксплуатировать в принципе в заткнутую дырку дуть нельзя. Можно сделать дополнительно выводы, чтобы обдувало еще и двигатель. Двигатель, как вы видите, весьма живой еще по-прежнему. Поэтому хочется сохранить его в целости и сохранности и поставить в том виде, то есть без вот этой штуки. Это был лишь эксперимент. В принципе более-менее удачный. В общем-то на этом все. Кому реактивная тяга интересна, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!